Итак, дорогие друзья, наш киномарафон продолжается. Тем, кто только что подключился, здравствуйте, добро пожаловать в нашу студию. Напоминаю, что сегодня второй день проекта «Неделя кино российских немцев». Мы ведем прямой эфир из российско-немецкого дома в Москве, и сегодня мы смотрим документальные фильмы. Соответственно, второй фильм рассказывает об истории наших соотечественников, которая произошла в 90-е годы XX века. И к нам уже готов подключиться Алексей Гетман, режиссер этого фильма «Долгий путь назад. Путешествие российско-немецкого театра». Алексей, здравствуйте. 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 Слышите меня? Видите нормально? Да, все хорошо. Прекрасно. Я вас тоже прекрасно вижу и слышу. Очень приятно с вами познакомиться. Спасибо большое, что вы присоединились к нам на беседу. Благодарю. Итак, скажите, пожалуйста, чем история Марии и Петра, главных героев, привлекла вас? Почему вы решили об этом рассказать? Ну, история Марии и Петра привлекла меня, потому что она очень похожа на историю моей личной семьи. В принципе, ну, всех российских немцев. И мы, в принципе, я встретился с Марией и Петром только в Германии, хотя мы жили долгое время в одном городе. И я даже родился в той же больнице, где и сын их родился. И, ну, идея была, в принципе, я один из двух авторов. Идея была моего коллеги Ральфа Вайермана, который уже знал Марию и Петра с 90-х годов, когда они приезжали в Германию. И когда-то появилась идея сделать фильм про российско-немецкий театр в Нидерштеттене, которым они занимаются. Но мы быстро поняли, что надо... Мы сначала планировали фильм маленький, поменьше, про российско-немецкий театр, но быстро поняли, что там есть чего рассказать. И вот поэтому затеяли проект, а потом уже побольше, и ездили в Казахстан. И, в принципе, вот всю эту историю рассказываем. Прекрасно. А вот я сразу поделюсь, после просмотра вашего фильма у меня появилось желание съездить именно к ним в театр в Германию и посмотреть их спектакли там. Скажите, вы сами были на их спектаклях в их театре? Ну да, конечно, был какой бы я автор был. Если бы я сначала не посмотрел сюжет. Да, я был, конечно, там, видел много всяких сюжетов. И очень мне это понравилось. Ну, особенно те истории про российских немцев, про родину, где она, что это такое. И, в принципе, мы в нашем фильме тоже с этим разбирались. Да, прекрасно. А у них именно свой театр, свое здание или своя площадка, или они где-то показывают свои спектакли еще на разных других площадках? Ну, я могу рассказать, как мне тогда сказала Мария, что когда они приехали в Германию, ну, вот эта массовая эмиграция была российских немцев, и немцы, в принципе, не понимали, кто такие приезжают, почему они приезжают и так далее. И Мария говорила, ей приходилось очень часто рассказывать людям, и они решили рассказать это, ну, поставить театр и рассказать это со сцены всем. Вот так родилась идея. Прекрасно, прекрасно. Нет, а у них есть свое здание? А, да, извините, у них есть свое здание, которое выделило государство, в принципе, вот этого городка, они это поддерживают очень, в принципе, они стали, ну, тоже большими влиятелями культуры в этом месте. Здорово, здорово. Скажите, что во время съемок произвело самое сильное впечатление на вас? Впечатлений на самом деле было очень много. Вообще, съемки были очень эмоциональны, особенно поездка в Казахстан, когда мы были с Марией Петром перед руинами театра в Алма-Ате, это было очень эмоционально. Но что мне очень понравилось, это вот внутренняя сила Марии и Петра, которые, когда приехали в Германию, вообще-то, ну, ситуация была у всех похожа. Сначала надо было, ну, многим надо было учить язык, Мария и Пётр, они-то уже язык знали, но, ну, искать работу и, в принципе, как-то уживаться. Но, несмотря на все вот эти трудности, Мария и Пётр, они продолжали свою творческую работу, и это мне очень понравилось, потому что это не так просто здесь, ну, вообще, по всему миру, наверное, прожить от искусства, от культуры. И что они вот набрались этой мудрости, не бросать свое дело, не бросать то, что они любят, и продолжать это делать. Вот это для меня я как-то взял тоже. Да, нет, смело, безусловно, конечно. Хорошо сказали, мужество, мужество, вот, чтобы это продолжать. А вот, как, по-вашему, есть ли будущее у российско-немецкого театра в Германии? Да, ну, будущее, оно, я думаю, замечательно. Я, как помню, они даже какой-то культурный приз страны Баден-Вюртенберг выиграли за этот театр. Короче, этот театр, он здесь знаменит в Германии, и всегда есть зрители, и поэтому, я думаю, будущее есть. Будем надеяться, что корона там не испортится. Безусловно, безусловно, не дай бог. А скажите, вот, то есть, зрители, они едут, ну, приезжают, видимо, из каких-то городков, которые вокруг, да, и из больших, может быть, городов тоже посещают театр? Да, ну, в принципе, театр работает наподобие, как и немецкий театр в Казахстане, что не только зрители приходят к ним в театр, но и театр ездит к зрителям. Значит, у них, ну, разные мероприятия, не только в их театре в Нидерштеттене, а по всей Германии они ездят и показывают свой театр. А вот вы упоминали то, как Мария и Петер рассказывали о том, что интересуются тем, что вот кто, вот, а что это русские, немцы там, да, то есть нужно было доказывать, как-то показывать, рассказывать. Нужно ли, как по-вашему, да, нужно ли поддерживать русскость в Германии, находясь в Германии? Это очень интересный вопрос, на который я, наверное, просто так не смогу ответить. На самом деле я тоже стараюсь поддерживать. Я, хотя 28 лет уже прожил в Германии, наверное, даже слышно, что чуть-чуть акцент. Но, несмотря на это, всё равно я стараюсь, например, в другой раз и сварить и борщ, и там плов, и пельмени, да, и с моим сыном я исключительно разговариваю на русском языке, потому что я считаю, это, ну, ему просто дополнительный язык, это в любом случае плюс. А то есть, простите, сын, значит, сын знает и немецкий, и русский, соответственно, да? Да, да. Прекрасно. Вот. Ну, помимо этого, меня часто спрашивали, как я себя чувствую русским, немцем. У меня это труднее, я-то не чисто российский немец, у меня отец русский. И я не могу даже сказать, я чувствую себя немцем или русским. На самом деле, мне трудно понять идею национализма. Я её не люблю, эту идею. Поэтому мне как-то без разницы. Но я, конечно, поддерживаю культуру, и мой интерес со стороны истории, наверное, больше. Понимаю, понимаю. А вот так, что-то хотела спросить у вас, но если вспомню, спрошу в связи с этим. Хотела ещё задать вам такой вопрос. Так как фильм, это целое исследование, ваш фильм, и какой-то вот путь, да, историческое исследование, психологическое исследование, что вы, может быть, для себя открыли во время съёмок неожиданного, такого, что вот не ожидали, да, что-то такое? Ну, в принципе, наверное, я это уже знал до этого, но мне ещё это, в принципе, так показалось, что чему я научился, что всегда есть выбор. Это похоже на тот ответ, который я уже давал, что меня очень удивило, как Мария и Пётр, что они продолжали свою творческую работу, потому что, мне кажется, на каждый случай, на каждой проблеме есть всегда сто отговорок, почему нельзя, ну, почему не пойдёт там или не получится, но всегда есть выбор. И они искали не отговорки, а именно тот путь, который получится. Вот, и, ну, это я как-то стараюсь вспоминать об этом всегда, в любой ситуации жизни, вот. Да, поняла вас. А вы поддерживаете с ними связь сейчас? Да, конечно, поддерживаем связь. Ну, конечно, не так часто, как до этого. Мы, когда закончили съёмки, вот последний день съёмок, мы потом ещё вместе сидели, так думали, а что теперь, вот мы три года, ну, вместе снимали, проводили съёмки, и как-то была странная ситуация такая, что нам всем было ясно, что мы теперь уже не так часто будем видеться, как, ну, последние три года. Ну, связь, конечно, поддерживаем. Прекрасно. Мне кажется, это очень верно, верно. А вот, кстати говоря, про Марии и Петра, как они отреагировали вообще на предложение о съёмках подобного проекта, и, может быть, какие у них были эмоции во время и после съёмок? Ну, отреагировали они, ну, как, позитивно очень. Они обрадовались, конечно, что кто-то хочет сделать фильм про них, про их театр, потому что это их, в принципе, как ребёнок, да, это их работа, которую они очень любят, и этот театр им, ну, важен. Ну, сначала мы хотели, как я говорил, очень маленький фильм сделать, и когда мы уже нашли финансирование на большой проект, тогда это, конечно, всех обрадовало, и мы продолжали съёмки, и уже тогда оставили, ну, целый полный документальный фильм. А много ли материала осталось вне фильма? Ой, знаете, я уже, так как, что, ну, фильм уже вышел, я уже не помню точно. Ну, много, конечно, всегда там есть сцены, которые не попали в фильм, это всегда так, ну, довольно много, я думаю, по часам не могу сказать. Так, а как долго шли сами съёмки? Извините? А как долго шли сами съёмки? Ну, три года мы проводили съёмки, ну, конечно, это не каждый день, даже не каждую неделю мы встречались, а если там какое-то мероприятие, или там планируем вот так, по кусочкам, ну, три года это длилось примерно. Ну, это приличный срок, на самом деле. Да, да. А мне ещё понравилось, на самом деле, когда вот этот вот стул нашли в руинах, где театр стоял, да, вот этот момент такой хороший, это ведь не было постановочно, да, то есть они нашли, и потом стали снимать, или это вот прямо в процессе, они вот так вот внезапно вдруг обнаружили, что вот оно, вот-вот, что-то родное? Нет, постановок, в принципе, вообще не было. Ну, нет, понятно, разумеется. Я помню, мы тогда как раз прилетели в Алмату, уже было, ну, был вечер, ночь, мы очень устали, мы переночевали, на следующий день мы начали съёмки, и мы прям утром пошли в этот театр, и мы сами даже не знали, где театр, и просто сопровождали Марию и Петра, и вот они, вот, в принципе, на съёмках всё так, как было. За первый раз они туда пришли, увидели эти руины, а вот вход, вот въезд и так далее, и зашли, и вот всё, в принципе, так получилось, мы стул туда не ложили специально. Нет, безусловно, безусловно. Нет, я просто думала, мало ли, может, там как-то они там увидели, да, и, соответственно, сказали, ой, это же надо-надо, ценный-ценный момент, да, вот. И то есть вы, соответственно, в процессе вот прямо снимали вот так? Да, мы снимали в процессе, да. Прекрасно. А скажите, где был показан фильм, вот в России, в Германии? Ну, премьера была сначала, то есть даже это, как говорят по-русски, предпремьера, я даже не знаю. Да, предпремьерный показ, видимо. Был в самом театре в Нидерштетине, ну, то есть не в театре, а там рядом здание, недалеко. И потом уже премьера сама была в Детмальде, в музее российских немцев. Ну, потом мы, конечно, уже были и в России, в Марксе показывали, я помню, потом в Омске, в Томске, в Новосибирске, в Калининграде. И вот теперь был, ну, как, план показать в Москве, но теперь только онлайн. Ну, и по Германии тоже показывали. А каковы отзывы зрителей, реакции зрителей, отзывы зрителей? Ну, очень положительные отзывы пока, что меня радует это, потому что всегда что-то другое. Когда в основном я это делаю в фильме для телевидения, и когда фильм на телевидении показывают, я уже там не вижу, конечно, зрителей, мне, в принципе, там без разницы, какие реакции. Но когда публика сидит, это все равно уже другой момент, когда я всегда волнуюсь. Даже уже несколько лет спустя, и это не первый фильм мой, который так показывают. Но все равно волнуюсь, потому что вижу сразу реакцию зрителей, но пока было все хорошо, положительно. Реакции были очень хорошими. Ну, мы очень рады. А скажите, а есть разница между мнением и реакциями в Германии и в России у зрителей? Нет, таких больших разниц нет. Мне кажется, в России его еще как-то лучше приняли. Поняла вас. Далее, вот такой вопрос. Есть ли планы продолжить работать с темой театра российских немцев? Да, планы есть такие. Или может быть и истории в целом? Планы есть, я интересуюсь этой историей. И мы сейчас, я работаю над документацией для сети. Это будет веб-сайт интерактивный, где будет и видео, и аудио, и текст. И мы исследуем создание театра, и промежуток где-то 75-й год до 90-го. Вот этот проект сейчас идет, и я надеюсь, что он будет закончен в декабре этого года. Удачи вам, удачи вам с этим. Спасибо. Искренне желаем. Итак, соответственно, я думаю, Алексей, спасибо вам большое, что вы побеседовали с нами. Я так понимаю, что мы можем запустить в эфир фильм. Возможно, вы можете сказать, я несколько пожеланий, стойте, да, не отключайте от меня, Алексей. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, несколько слов зрителям в сопутствии, вот предпросмотром. Дорогие зрители, во-первых, спасибо вам большое, что вы подключились. Здесь фильм, ну, я думаю, про фильм уже много что сказали, что это про актеров театра, бывшего немецкого театра, и которые потом создали российско-немецкий театр. Исследуем историю российских немцев. Ещё я могу сказать, в принципе, имя «Долгий путь назад», что, в принципе, значит, потому что насчёт этого были и вопросы. Он имеет, это название имеет двойной смысл. Во-первых, «Долгий путь назад» российских немцев, которые переезжали с, ну, бывшей СССР в Германию, в этническую родину. И второй смысл — это «Долгий путь назад», личный путь Марии и Петра, которые возвращаются там уже спустя почти что 30 лет и видят этот театр. И они за этот промежуток тоже там не были, и, в принципе, это ихний личный путь назад. Ну, в принципе, больше нечего сказать. Я желаю вам хорошего просмотра. Прекрасно. Алексей, спасибо вам огромное. Было безумно приятно с вами пообщаться, побеседовать. И спасибо вам за ваши рассказы о процессе съёмок и в фильме. Благодарю вас и желаю вам ещё раз удачи в дальнейших планах, в их реализации. Спасибо большое. Я благодарю вас. Всего доброго. А сейчас, друзья, напоминаю, завтра мы встречаемся здесь же в 13.00 по московскому времени. И нас ждёт день семейного кино. А пока отправляемся в путешествие вместе с российско-немецким театром. Приятного пути. Всего доброго. Время. 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 Это наш реальный центр. Время. Это улья. Это улья. Это улья для этого. Да, вот здесь была фанта. Время. Да, и там улья есть входа. Понимаете? Пууууу! Как и случилось?